Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Оценивая санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Республике, необходимо обратить внимание на незначительное снижение количества выявленных новых случаев коронавирусной инфекции. Сегодня за сутки выявлено 28 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом в городе Якутске это 18 случаев. Для таких районов, как Вилюйский, Ленский, Нюрбинский и Усть-Алданский, ситуация характеризуется наличием двух случаев по данным Роспотребнадзора. Для Момского и Хангаласского улуса по одному случаю. Особое внимание, хотела бы обратить внимание на Момский улус, с учетом того, что практически в течение последних двух месяцев на территории этого района не выявлялись случаи новой коронавирусной инфекции. В связи с этим частота заболеваний, она в любом случае на настоящий момент, к сожалению, остается. И, безусловно, те меры, которые принимаются, они в обязательном порядке, связанные с ограничением, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, особенно в наших организациях, помещениях, домах, должны соблюдаться. За сутки лабораториями Республики и как Роспотребнадзора, так и медицинских организаций проведено 1606 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии в Республике сделано 999 512 тестов. Необходимо обратить внимание, что сейчас достаточно активно осуществляется вакцинация против коронавирусной инфекции. Развернуто 156 пунктов вакцинации, создано около 110 мобильных бригад. На настоящий момент вся поступившая вакцина в Республике, она полностью практически использована. Последняя партия поступивших вакцин составляет 1500 доз. Она поступила 22 марта и распределена среди четырех улусов Республики, в которой раньше всех закончили вакцинацию, и в городе Якутске. В ближайшие дни, в четверг, ожидается поступление еще 3600 доз. И вчера на оперативном штабе у заместителя председателя правительства Российской Федерации было установлено, что в течение марта и, соответственно, апреля месяца соответствующие разнарядки по дополнительному количеству вакцин на территории субъекта будет поступление в Республику. Сегодня у нас действительно уже большая очередь, поэтому я прошу тех, кто записался, проявить терпение. Вы начните, граждане будут приглашаться все для вакцинации. Необходимо обратить внимание, что те послабления, которые были сделаны, и, соответственно, вакцинация позволила нам разрешить проведение ряда мероприятий, в том числе и с участием граждан пожилого возраста. Тем не менее, я хочу обратить внимание на то, что клиническая картина тех, кто заболел, она в основном заболевших коронавирусом, тех, кто у нас находится в больницах, оно связано в основном с гражданами пожилого возраста и с гражданами, страдающими двумя видами хронических заболеваний. Это заболевания эндокринной системы и, соответственно, заболевания сердечно-сосудистого. Поэтому для этих категорий граждан еще раз обращаю внимание на нестрогое соблюдение соответствующих норм, лишь только в случае вакцинации, возможности участия в различного рода мероприятия, либо участие достаточно, соответственно, легкое, именно со строгим соблюдением норм. Впереди в городе Якутске у нас непосредственно планируется проведение выборов, которые пройдут впервые вот в таком режиме в течение трех дней на уровне города Якутска. Поэтому, безусловно, желающие реализовать свое конституционное право пожилые граждане вправе обратиться в участковые избирательные комиссии по городу Якутску для того, чтобы было осуществлено голосование на дому, либо же при приходе непосредственно на участковые избирательные комиссии по своему желанию, соответственно, в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Таковы правила, к сожалению, сегодняшнего дня, и мы дальше продолжаем также беспокоиться о наших пожилых гражданах, понимая, что, безусловно, и реализацию конституционных прав, конечно же, есть полное желание его, безусловно, реализовать. Поэтому еще раз обращаю внимание, что сегодня со стороны органов государственной власти, которые отвечают за организацию, в том числе безопасных условий проведения предвыборной кампании на территории города Якутска, приняты все меры для того, чтобы участки и члены комиссии были в полном объеме и не представляли угрозы, и участки были в полном объеме, безопасными с точки зрения санитарно-эпидемиологических норм.